Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 111 выпуск программы «Что происходит?», который вы увидите в понедельник, 19 февраля, где-то в час пополудни. Две основные темы сегодняшнего выпуска, которые я записываю накануне, в воскресенье, 18 февраля. Итак, две основные темы. Первая. Убийство Алексея Навального, обращаю ваше внимание. Не смерть, а убийство Алексея Навального и информационно-психологическая война вокруг этого события. И вторая тема. Что изменилось после Авдеевки? Дорогие друзья, в любом случае, согласно закону, я должен предуведомить вас, должен произнести эту ритуальную формулу, что Алексей Навальный был включен при жизни в список террористов и экстремистов. Если 16 февраля, когда я по горячим следам после смерти Алексея выказывал некоторые сомнения в том, что... Ну, очень-очень осторожно сомнения по поводу природы того, что случилось. Я говорил, что это по всей вероятности, по массе признаков, это убийство. Ну, теоретически нельзя было бы исключить, что это роковое стечение обстоятельств. Так вот, сегодня, спустя буквально двое суток, то есть 18 февраля, когда я записываю ролик, можно уже с абсолютной уверенностью говорить о том, что смерть Алексея Навального произошла вследствие неестественных причин, и она была политическим убийством. Существует, уже накопилось, немало косвенных свидетельств в пользу этого вывода. Не предположения, еще раз обращаю ваше внимание, а вывода косвенных. Начиная от того, как дружно, как по команде, все российские правительственные СМИ вдруг отторобанили, что Навальный скончался. Сразу была высказана версия, что тромб оторвался. Сразу же об этом сообщил Песков. И обратите внимание, до сегодняшнего часа, по крайней мере, когда я записываю этот ролик, днем воскресенья тело Алексея не было возвращено его семье. И не факт, что это тело покойному вообще в семье вернут. Но это косвенное все. А есть и прямые. Это инсайдерская информация. В частности, но не только. Но в первую очередь, телеграм-канала Генерал СВР, который безапелляционно и основательно утверждает, что Навальный был отравлен новым ядом, который вызывает спазмы сосудов. Что этот яд испытывался в российских лагерях. И все заключенные, на которых он испытывался, а яд им вводился, предоставлялся, если так можно выразиться, вместе с едой, все они скончались в муках, скончались в мучениях. Такая смерть и настигла Алексея Навального. Спровоцированная смерть. Смерть вследствие политического убийства. Теперь по поводу того, как это все освещается. Вот вы сейчас видите, как по всем законам жанра психологической, информационно-психологической войны подается информация. Ну, я не говорю о том, что власть пытается и дозировать, что про правительственные семьи, правительственные семьи и полезные идиоты поют под дудку власти. Это совершенно очевидно. Нас в данном случае интересует, какие сюжеты будут развиваться. И вообще, что власть делает. В профессиональном пиаровском жаргоне есть такой термин «разжижение». Это когда вы вбрасываете множество нерелевантных, то есть не имеющих на самом деле отношения к существу дела, версий, предположений, догадок, так называемых экспертных мнений. Для чего вы это сделаете? Для того, чтобы утопить в этой воде, в этой грязной воде действительно крупицы истины, утопить здравый смысл и утопить, главное, существо дела. Вот это разжижение. Вот как это разжижение сейчас осуществляется в России? Ну, вы уже слышали о том, что Навальный на самом деле, еще раз повторю, внесенный список террористов и экстремистов, что Алексей жив, что закончился проект Навальный, а он сам жив, и он уехал за границу. Это вы уже слышали, да. Вы уже слышали, будете все чаще слышать о том, что это Запад его принес жертву. Об этом сказал даже глава Государственной Думы Володин. А некоторые его считали и считают неглупым человеком. Что вот, мол, это убийство, выгодное только Западу, и Запад за этим убийством стоит. Где здесь здравый смысл? Это насчет того, как Запад проник в лагеря, да еще и в таком отдаленном месте, как Ямало-Ненецкий округ. Ну, это вопросы к авторам и распространителям этих версий. Ну, нет сомнений в том, что она будет крайне популярна, потому что сразу ее будут подавать под соусом. Ищите, кому выгодно. Это выгодно Западу, чтобы скомпрометировать Россию, российского президента, и вызвать напряженность накануне президентских выборов. Еще одна версия, претендующая на здравый смысл и интеллектуализм, именно претендующая, но не являющаяся ни тем, ни другим, что Кремлю, персонально Путину, Путину лучше взять эту фамилию в кавычки, поскольку это двойник на самом деле, а Путину уже все равно, он находится по сей день, по сей час в холодильнике, в своей валдайской резиденции. Вот что же судьба, да? Навальный все-таки его пережил. Пережил его Алексей Навальный. Так вот, что, мол, Кремлю это невыгодно. Это логика того же сорта, которую мы слышали, когда была убита Политковская, убит Литвиненко, было покушение на Скрипалей, когда был убит Борис Немцов. Это тоже все было невыгодно Кремлю. Это повторялось из раза в раз. И перед началом российской военной операции против Украины, в отношении Украины, мы тоже слышали, что нет, ну что вы, об этом говорило множество, я бы сказал, подавляющее большинство умудренных экспертов. Нет, ха-ха, это невыгодно, это не может быть. Кремлю это невыгодно. Просто эти люди никогда ничего не понимали в мировоззрении и в психологии тех, кто управляет Россией. Еще раз, никогда и ничего не понимали. И почти день не понимают. Ну и, наконец, последняя версия, которая сейчас активно продвигается. Ее преимущество будет в том, что она продвигается со ссылкой на западные СМИ. В том, что якобы готовился обмен Навального. Вот он должен был вот-вот, ну там в течение ближайших месяцев состояться. И поэтому вот сторонники того, что Навальный был убит Западом, сейчас получают подтверждение. Ну, если не прямой, то косвенное убийство. Запад виноват. Ну и плюс сторонники конспирологической точки зрения будут теперь уверять, что это группа радикалов в российской власти, которая хотела скомпрометировать верховную власть и не допустить улучшения отношений с Западом. По поводу этой версии, которая, в частности, сейчас распространяется со ссылкой на известное немецкое издание Bild. Дорогие друзья, я вас адресую к тому, что я говорил в декабре. Эта версия, кстати, неверна. Эта версия неверна. Я адресуюсь к тому, что я говорил во второй половине, в третьей декаде декабря, и в первой, и во второй декадах января по поводу Алексея Навального. Я говорил о том, что российское руководство вышло к американцам с предложением об обмене Навального. Я говорил об этом. Я говорил о том, что это предложение было американцами проигнорировано. У них на то были довольно серьезные причины. И что к тому моменту, когда я уже об этом сообщал, я сообщал по горячим следам об этом. Среди тех людей, которые имели отношение к судьбе Навального, возобладала точка зрения, я пользуюсь циничным, но именно их профессиональным жаргоном, что это неликвидный актив, неликвидный актив Навальный, от которого надо избавиться. И я тогда же публично говорил, что если обмен не состоится, судьба Навального будет ужасной. Что альтернатива чудовищна. Что его постараются в тюрьме замучить. Ну вот, его просто взяли и убили. Для того, чтобы не быть голословным, я вас адресую к выпуску своей программы «Ответы на горячие вопросы». Вы сможете найти на YouTube, на моем аккаунте YouTube. Это 44 выпуск «Ответы на горячие вопросы». Он увидел свет 28 декабря. С 17 минуты вот начинается то, что я вам сейчас пересказал. С 17 минуты. И еще я говорил об этом в январе в интервью Дмитрию Гордону. Известному украинскому журналисту, ведущему. Дмитрий Гордон, по-моему, как и я, тоже включен и в список иноагентов, а может быть еще и в список террористов, экстремистов, как и покойный Алексей Навальный. Я не помню. Да, Гордон точно иноагент. Совершенно точно. Вспомнил. Ну, не хотите рыться... Прошу прощения. Не хотите рыться в моем аккаунте на YouTube? Есть Telegram-канал «По сути», который опубликовал и информацию «Бильд». То есть, дело не в том, что эта информация неверна. Эта информация просто устарела. Эта информация, которая имела отношение, опубликованная «Бильд», к событиям, произошедшим два месяца назад, более двух месяцев назад, и завершившимся. И там же ссылка помещена на вот то видео, которое я сейчас упомянул. Телеграм-канал «По сути». Этот пост был опубликован, да, правильно, в воскресенье, 18 февраля. Можете зайти, посмотреть, убедиться в том, что я вам сейчас сказал. Ну и заодно подписаться на этот Телеграм-канал «По сути», потому что это имеет смысл. Естественно, хотя я говорил об этом, да, кстати, насчет вот судьбы Навального, я сказал, возобладала точка зрения, что это неликвидный актив. Если его американцы не хотят брать, то от него надо избавиться. Была, правда, точка зрения и другая среди тех людей, которые принимали участие в решении этого вопроса. Ну, а это точка зрения, это была точка зрения меньшинства, которые предлагали безо всякого обмена, безо всяких условий, просто отпустить Алексея в Европу. Ну, Черри решила о том, чтобы через Израиль его переправить, ну, сперва должен был его принять Израиль, а потом бы он направился в Европу. Почему эта точка зрения была? Она вам кажется, наверное, удивительной. Тем не менее, те люди, которые предлагали, говорили, что появление Алексея в Европе, ну, естественно, он должен был ехать под условие не возвращаться в Россию. Такое условие. Появление Алексея в Европе не сплотит российскую политическую миграцию, а наоборот ее рассорит. И она будет заниматься своим любимым занятием грызнёй. Я обращаю ваше внимание, это не моя интерпретация, это то, как те люди, которые предлагали отпустить Навального, мотивировали свое предложение. Но возобладала та точка зрения, что с Алексеем надо расправиться. И с ним расправились. Честно скажу, что даже если бы к моему предостережению, которое публично несколько раз огласил, в конце декабря, в начале января и прислушались, я не уверен, что были бы серьезные шансы, возможности помешать. Помешать убийству. Дело в том, что российские тюрьмы, российские лагеря, все, кто живут в России, об этом прекрасно знают, это такое место, где, к сожалению, помешать убийству, увечиям, искалечиванию людей, унижениям моральным и физическим очень-очень сложно, а, наверное, в ряде случаев невозможно. То есть, шансы бы, наверное, какие-то были, но они бы в любом случае помочь. Они были бы минимальны. Естественно, я как любой нормальный человек надеялся, что все-таки до этого дела не дойдет, что они там передумают или, возможно, отложат долгий ящик, как некоторые решения. Но вот не с этим решением. Я объясню, почему это решение не стали откладывать долгие ящики. Дело в том, что убийство Навального это элемент комплексного плана. Это именно комплексный план. Должны последовать и другие политические убийства. Комплексного плана по элиминированию, уничтожению всех рисков в преддверии выборов и, главное, всех рисков в момент передачи власти. Момент передачи власти от так называемого Путина по-настоящему двойника, который после переизбрания, согласно соглашению, картельному соглашению российских элит, должен передать власть в руки других людей. В частности, сейчас основной кандидат это Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева. Вот надо от всех рисков избавиться. Вы можете сказать, что ну какой там риск, Алексей сидел, ему еще много лет предстояло сидеть. Еще раз, вы не очень понимаете, как мыслят эти люди, к великому сожалению. Они параноики, понимаете? Параноики избавляются от всего, что они представляют себя в качестве угрозы. Не важно, это угроза или нет. Если им кажется, что это угроза, и здесь действие вступает теорема Тумаса, которую я много раз упоминал, ну периодически упоминаю в своих рассказах, если люди воспринимают ситуации как действительные, то эта ситуация действительно по своим последствиям. Но Навальный был не выдуман, он, конечно, был реальной угрозой в случае его освобождения. Это освобождение могло произойти. Ну не как обмен, да, а представьте, какие-то бурные политические события, Алексей выходит на свободу, в оппозиции появляется лидер, ну для России бесспорный политический лидер, и лидер, который, конечно, бы захотел отомстить своим врагам. И обоснованно бы захотел отомстить, как мы с вами понимаем. Я сейчас не буду вам рассказывать, точнее высказывать свое предположение о том, что могла бы сделать вот сейчас, именно сейчас, как могла бы поступить российская оппозиция вне России, в России. Я надеюсь об этом написать пост, опубликовать его в своем телеграм-канале. Вот вы в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте внизу увидите ссылку на два телеграм-канала. Телеграм-канал по сути, который я упоминал, подпишитесь на него, и подпишитесь на мой телеграм-канал доктор Соловей. Не только я вам советую подписаться, что там будут какие-то интересные материалы, нам с вами, дорогие друзья, этот канал, равным образом, как телеграм-канал по сути, потребуется в свое время для связи. И это свое время наступит уже довольно скоро. Еще раз, наступит довольно скоро. Так что подпишитесь. Теперь переходим к военным действиям. Ну, собственно, произошло то, что российские медиа, российские патриотические корреспонденты и военковы, таких еще называют, подают как большую победу. Украина ушла из Авдеевки, и Россия владела Авдеевкой, точнее, развалинами населенного пункта, который назывался и называет Авдеевка. Именно развалинами. Я сейчас не обсуждаю, какая цена за это была заплачена. Я не знаю, меньше, чем за Бахмут, или больше, может быть, меньше. Ну, в любом случае, по всей видимости, цена эта была сопоставима с той высокой ценой, которая была захвачена за Бахмут. Меня более интересуют последствия и разные аспекты Авдеевской истории. Некоторые аспекты я вам сейчас оглашу. Вы можете сами потом высказать в комментах свое мнение. Первое, информационно-пропагандистский аспект, который уже упомянул. В преддверии президентских выборов российским властям, Кремлю очень важно подать этот тезис, точнее, не подать тезис, а подтверждение тезиса, что так называемая специальная военная операция разворачивается по плану, все идет успешно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но вот Россия добилась там большого успеха. Это означает, что дальше будет Россия двигаться от успеха к успеху. Формационно-пропагандистский аспект, который сейчас уже отрабатывается. Я, правда, не исключаю, что его со временем могут начать глушить, потому что это бы означало, знаете, разогреть ожидания, которые потом вряд ли получат подтверждение, но об этом я скажу чуть дальше. Значит, второе, у этой истории с Авдеевкой был изначально очень важный внешнеполитический аспект. Я еще, опять же, в конце прошлого года еще осенью говорил о том, что, по-моему, с ноября, что российская власть уверена в том, что удастся взять Авдеевку и что она считает это аргументом в консультациях с Западом. Российская власть полагала, она вела действительно осенью интенсивные консультации с Западом, я об этом рассказывал до всякого рейтерса, вот в тот момент, когда эти консультации велись, и даже отчасти его ознакомил с ходом этих консультаций, и говорил, что, ну, те условия, которые предъявляет Россия, в общем, не встречают понимания. В данном случае условия Патрушев, которые предъявлял. Так вот, считалось, что взятие Авдеевки будет важным аргументом в пользу того, чтобы Запад начал стимулировать Украину прекратить сопротивление и пойти на подписание перемирия или мира с Российской Федерацией. Сработал ли этот внешнеполитический аспект? Пока что я не вижу признаков того, что он сработал. Наоборот, Запад продемонстрировал, по крайней мере, в своей риторике и в своих намерениях готовность по-прежнему помогать Украине. Правда, здесь очень важная, наверное, принципиальная оговорка, в каких размерах и с какой скоростью он будет помогать. И это чрезвычайно важно для Украины. Для Украины это в прямом смысле вопрос национального выживания и сохранения суверенитета. Именно то, в каких размерах и с какой скоростью Запад будет оказывать военную помощь. В любом случае, Украина сейчас перешла к стратегической обороне. Об этом было объявлено и президентом, и новым главнокомандующим Сырским. Ну, здесь все очевидно. Об этом мы с вами тоже много раз говорили. А другое дело, вот третий аспект этой истории с Авдеевкой. Означает ли Авдеевка стратегический перелом? Нет, не означает. Это успех, оперативно-тактический успех, очевидный успех, но это не стратегический перелом в ходе этой вооруженной конфронтации, как не был стратегическим переломом и овладением Бахмутом. Это не было Бахмутом. Да, Бахмутом. Это не было никаким стратегическим переломом. И сейчас то же самое. Более того, если Украина переходит, она уже перешла к стратегической обороне, то то давление, которое сейчас будут усиливать российские вооруженные силы, они намерены усилить давление, они, по всей видимости, разобьются об украинскую оборону. Потому что, еще раз повторю, цена взятия Авдеевки, когда этого Бахмута, оказалась слишком-слишком высокой. И, в общем, хотя у России сейчас достаточно техники, но эта техника устаревшая, но недостаточно подготовленных людей. Поэтому, с моей точки зрения, в данном случае опираясь на мнение гораздо более компетентных в военном отношении людей, у России нет шанса на поле боя на Украине добиться стратегического перелома. И тогда в дело вступает, ну, сейчас активно готовящийся план, о котором я несколько раз говорил, это план открытия нового фронта в Европе. Обращаю ваше внимание, не на Ближнем Востоке, как это уже было, и тот новый фронт на Ближнем Востоке оттянул внимание ресурсы Запада, в первую очередь Соединенных Штатов. Ну, а новый фронт в Европе. Но, очень важно подчеркнуть, речь идет о гибридном фронте, то есть не классической военной операции. Когда он откроется? Ну, в российском руководстве обсуждается перспектива открытия этого фронта, то есть нанесения множества гибридных ударов, а может быть одного массированного гибридного удара, уже этим летом. Уже этим летом. А не в каком-нибудь, в 25-м или 26-м году. Я надеюсь, конечно же, что этого не произойдет. Ну, и так же я и надеялся, дорогие друзья, что та страшная угроза, которая нависла над Алексеем Навальным, о которой я говорил и говорил публично, тоже не будет реализована. Что называется, успех и удача приход подготовленным и жить одной надеждой, особенно в России, ни в коем случае не стоит. Дорогие друзья, я ожидаю ваших вопросов в связи с тем, что я рассказал, и в связи с другими темами, которые могут возникнуть и появиться в ходе ближайших дней. На ваши вопросы я традиционно отвечу в четверг, это у нас будет 22 февраля, накануне праздника. Может быть, праздник уже тоже, в кавычки, брать. В общем, оставляйте свои вопросы под этим роликом, обращаю ваше внимание, именно под этим роликом. Ставьте знак вопроса вначале или пишите вопрос, чтобы я обратил внимание. Я отвечу на самые важные, самые актуальные вопросы, самые животрепещущие, ну и те, которые лично мне могут показаться интересными или порой курьезными. Дорогие друзья, я вас хочу предостеречь. Я уже говорил в своем экстремном выпуске программы, что происходит в пятничном выпуске, 16 февраля, что тот год, в котором мы сейчас живем, будет драматичным и трагичным. Я вас очень хочу попросить о том, чтобы вы беспокоились о своем физическом и психическом здоровье. Чтобы вы поддерживали добрые отношения в семье со своими близкими, со своими родственниками, помогали друг другу. Это будет очень тяжелый год для всех нас. Я сейчас не буду вдаваться в причины. Эти причины я отчасти изложил в своем полузакрытом выступлении 15 февраля, схватка бульдогов под говром. Там я об этом рассказывал. Вас просто предостерегаю. Это будет гораздо более тяжелый год, чем все то, что мы пережили, наверное, за последние 20-30 лет. Да, за последние 30 лет. К сожалению, великому сожалению. Это предостережение и просьба к вам. Дорогие друзья, вот Алексею Навальному сейчас нужна добрая и светлая память, его родственникам, его друзьям, его близким. Моральная поддержка. Пожалуйста, помогайте тем, кто жив. Тем, кто продолжает бороться, несмотря ни на что, за свободу и справедливость нашей Родины. Помогайте в нашей Родине. Свободу и справедливость в нашей Родине и лучшее будущее для нашего народа. Помогайте в том числе и нам. Обращаю ваше внимание, не говорю только нам. Помогайте в том числе и нам. Той команде, которой я имею честь принадлежать. Вы можете помочь информационно. Вы можете помочь морально-психологически. Словом одобрение. Доброе слово приятно не только кошке, но и соловью. Вы можете помочь материально. И это было бы очень важно. Вы видите в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, банковские реквизиты, на которые вы можете перечислить посильные для вас даяния. Именно посильные. Не в ущерб себе, не в ущерб своим семьям и своей родине. Но всякое даяние блага. В любых размерах даяние блага. Мы будем вам крайне признательны за вашу помощь. Еще раз повторю. Берегите себя, дорогие друзья. Я остаюсь с вами, покуда у меня есть силы, покуда у меня есть возможность, до нашей победы. И, надеюсь, и дальше, и дольше. И, несмотря на, в общем, траурный характер этого выпуска, я хочу вас уверить. Я хочу внушить в вас уверенность и надежду, что, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.